Рассчитаем напряжение и смещение балки, которые находятся под воздействием нагрузки по данной схеме. Для того, чтобы продемонстрировать хотя бы базовые возможности программы ENTIS, проведем расчет опорной конструкции. Для расчета опорной конструкции воспользуемся специальным модулем в программе ENTIS, который называется Static Structure, и сместим его в рабочую область программы. Далее создадим геометрию балки. Для этого воспользуемся классическим моделером геометрии. И заходим в экран «Построение геометрии для опорной балки». Создадим на плоскости ZX новый эскиз. Далее заходим в раздел «Эскиза» и создаем отрезки линий. Создадим 7 отрезков и образмерим их. Далее создадим конструкционные линии с помощью уже построенных точек. Создаем первую линию. Нажимаем Generate. И точно так же все остальные линии. Итак, отрезки созданы, и теперь создадим профиль балки с помощью уже готовой встроенной библиотеки. Для этого выбираем профиль Двутавр. И построение геометрии Двутавра окончено. Закрываем окно дизайн моделера. И следующий шаг. Переходим к наложению сетки на балку. Заходим для этого в модель. Далее. В дереве «Построений». Заходим в Mesh и задаем размер сетки. И нажимаем Update. После этого начинается построение сетки. Итак, сетка наложена. Закрываем окно модели. И заходим в Setup. И перейдем к наложению ограничений на балку. Зададим фиксированную точку балки. Далее зададим смещение балки. Выстроим степень свободы. То есть зададим направление смещению. Добавим еще одно смещение. Зададим момент вращения. Выбираем точку для момента вращения. Применяем. Задаем силу вращения. А также направление. Приложим силу к балке. Итак, сила приложена. Далее задаем еще одну смещение. Далее задаем еще один второй момент. Направление вращения. Момент. Еще одно смещение. Далее приложим силу давления на конец балки. Далее приложим силу давления на конец балки. Указываем силу давления. Итак, все ограничения на балку наложены. Это можно увидеть и проверить. И следующий, последний шаг — симуляция расчета процесса опорной конструкции балки. И всех нагрузки. И всех нагрузок и ограничений, которые были наложены. Укажем расчет общей деформации. Нажимаем решения. Итак, расчет окончен. Также можно посмотреть визуализацию и анимацию данного расчета. Все нагрузки можно наглядно увидеть с помощью цветов и повращать объект в необходимых областях, где необходимо это посмотреть. Продолжение следует...